Влад Соколовский Влад Соколовский Влад Соколовский человек. Я со всеми стараюсь найти общий язык. И, к счастью, это у меня получается. Очень многие говорят, что в шоу-бизнесе не с кем дружить, что это все грязь и так далее. Безусловно, есть люди, которые провоцируют эту грязь. Я отношусь к этому с позитивом. Поэтому я могу сказать, что здесь есть с кем общаться и огромное количество реально умных, интересных людей, у которых есть чему поучиться, к которым ты можешь что-то подсказать. Это такой некий обмен. Влад Соколовский. Известный певец, автор песен. Родился в Москве в семье артистов. Отец-хореограф, основатель вокально-танцевальной группы «Х-Миссия». Мама-артистка цирка. С детства Влад танцевал в балете Аллы Духовой «Тодес». В настоящее время он сольный исполнитель, работающий в стиле R&B и Европоп. Родители, они творческие люди. И мама-режиссер, отец-хореограф-постановщик. И всегда работали со звездами, с артистами. Я все подноготно и знал с раннего возраста. И постоянно находился на гастролях, общался со всеми этими артистами, которые для меня всегда были просто людьми, веселыми, интересными, которые пытались со мной поиграть, пообщаться. И я не относился к этому как к чему-то особенному. Мама у меня была цирковой артисткой. Жанр «Танц на проволоке». Принадлежала в династии сербинах. Она отработала 17 лет, получила звание заслуженной. В тот момент поняла, что ей это перестало быть интересным, и она пошла в ГИТИС на режиссу. После этого начала ставить различные шоу. В свое время она очень сильно помогла Валю Юдашкину поднять его, собственно говоря, театр. То есть первое шоу и все его первые постановки это делала моя мама. Собственно говоря, там они познакомились с моим отцом, который в тот момент являлся хореографом-постановщиком. Он уже работал и с Аллой Борисовной Пугачевой, и с Филипом Геркоровым, и с Лаймой Вайкулей, и со многими-многими другими, и ставил различные постановки. Произошел коннект, и им стало удобно, потому что они составляли некую команду. Потом появился я буквально через три года. Пару лет я был на бабушке и дедушке, потому что мои родители, они гастролировали. Но когда я уже там был способен разговаривать, ходить, они меня стали, конечно, включать к этому. И там с двух, с половиной лет я всегда с ними был на всех гастролях, и так далее, они меня не выпускали. Новые города, какие-то площадки, выступления за кулисами, мне это все нравилось. Я к этому всему относился как к игре. К выходу на сцену я тоже относился весьма-таки игриво. Я на сцене не помню, когда я первый раз вышел на сцену, потому что мне порой рассказывают родительские друзья о том, что когда родители работали в метрополе, и мне было почти два года, то есть я уже в комбинезоне катился через всю сцену на коленях и изображал Майкла Джексона. Честно говоря, я не знаю, когда был мой первый выход на сцену, но существенный, который все запомнили, это в три с половиной года я вышел на сцену с Филиппом Киркоровым. Вот, пел песню «Зайка моя». Зайка моя, я твой зайчик, пульс, говорят, мальчик, спальчик, ты паровоз, я вагончик, песню пою, микрофончик. Эй! Эй! Я начальник, что ты пью, потому что тебя люблю, потому что ты давно давать, тебя люблю. С детства я и танцевал, и пел. И понятное дело, что когда появился такой балет, как «Тодос», и когда появилась такая студия, я не помню, сколько мне там было, шесть лет или семь, я вот был в студии «Тодоса». Алла Духова — это близкая подруга моих родителей, и моя мама знала Лусю еще, когда не было ни балета «Тодоса», ничего. Я прошел от самой младшей группы до самой старшей, и в итоге в самой старшей группе был самым младшим. Могу сказать, что «Тодос», наверное, это как институт, университет, школа жизни очень серьезная, это все-таки умение находиться в большом коллективе. Там нет таких вещей, что если ты там чей-то сын, там огромное количество сыновей, дочерей, знакомых, друзей, все там занимаются, и было бы бредом кого-то выделять, а кого-то там стране талантливых отопрегать назад. В этом нет никакой надобности, потому что публика видит все как раз так. Все, стоп, очень старались. Вы видели, как вы в вашем выпуске? Вы вообще видели, да? Ужас! За что вам вчера браво кричали? Я понимаю, что вы молодые, только пришли, и вам не все просто. И еще очень многим нужно многому научиться. Когда я начал работать в «Тодосе», я стал жить от родителей отдельно еще в 13 лет. Потому что родители переехали жить за город, я остался как бы один. Ну, так вышло. Ну, я прекрасно справлялся. То есть они иногда, конечно, приезжали, там навещали. Но потом я вообще принял решение, что мне так и комфортно. И как бы как раз-таки с 14 лет я уже снимал форсеры. Вот. Жил абсолютно один. И за свой счет, потому что я в тот момент уже и деньги зарабатывал. Я безумно благодарен Али и вообще коллективу, всем педагогам за то, что вот я провел это время там. Потому что я действительно там научился работать, ну, наверное, на 120. Из всех 100 возможно. Плюс мне удалось, пусть на небольшой срок, но я попал в коллектив отца. Была группа «Эксмиссия». И в какой-то момент откололся один из участников. А я уже вроде как по росту подходил. Конечно, глаза еще были детские. Но мы научились с этим бороться. У меня были длинные волосы, мы надевали черные очки. И не в зависимости от того, дневное это время суток или вечернее казино, это или еще что-то, куда меня, кстати, по идее не должны были пускать. Но вот я работал. Я знал всю программу, я знал все песни. Меня было очень легко ввести. И получается, что год я еще получил практику вместе с группой. И огромное количество тоже гастролей, всяких выступлений. И все это было. Ну, потом уже был кастинг на «Фабрику звезд». Ну, и все поменялось. Влад Соколовский. Город Москва. 16 лет. Рост метра 78. Вес 70 килограмм. Я увидел рекламу кастинга. В тот момент занимался со своим педагогом по вокалу. Очень плотно. И рассказал им о своей идее. Еще родители не знали. Он сказал, что я вот хочу попробовать. Он говорит, Владик, давай не сейчас. Ты сейчас не готов. Давай, может, годик подучимся. То есть я тебя тяну по вокалу. Все будет уже стабильно. И как бы пойдешь, будешь комфортно себя чувствовать и так далее. А я четко понимал, что, скорее всего, это последний проект в фабрике. И я угадал, по большому счету. И мне звонят ребята, знакомые, и говорят, слушай, завтра кастинг. Ты идешь? И я так сел и думаю, блин, что делать, как бы. И сижу со своими друзьями и вот просто завел разговор. Думаю, а вдруг, как бы, ну, если, если получится, то, ребят, вы просто представьте. Жизнь просто, она просто поменяется. Я не знаю, в лучшую сторону, в худшую сторону. Неважно, но она изменится. А мне это необходимо. Мы в центре города. Вечер продолжается. Вечер в полную начальность. Не надо меня так смотреть. Пойдем. Она не смогла издеваться. Она не смогла издеваться. Люди, помашите нам в камеру. Эй, эй, и мы счастливы. На следующее утро я там в 7 утра встаю, проспал, заказал там такси до электрички, потому что до туда идти было слишком долго. В общем, сел, доехал до Москвы, приезжаю такой и вижу просто там 10-километровую очередь. Я понял, что я встрял по полной программе. Но, кстати, увидел несколько человек, они работали там администраторами, поскольку я все-таки имел всегда отношение к шоу-бизнесу. Я знал очень многих директоров, администраторов, там, тех или иных артистов. И мне удалось вообще туда пробраться. Мне дали быстро номер. Вот. И мы по одному выходили и били там одну-две песни. Мне особо повезло. В моей восьмерке была Корнелия Манго и стояла она прямо передо мной. Она вообще, конечно, светилась, пела, зажигала всех. Я думаю, ну, как бы я-то тоже пришел зажигать и миллические песни петь, но на фоне ее я явно, как бы, сейчас проигрывал. Думаю, так, чем брать будем? Я выхожу, беру микрофон, отдаю диск и пою «Секс-бомб» Тома Джонса. В общем, это было реально прикольно. Пел я, как бы, нормально. Но что я начал там изображать, то есть их это подстегнуло и, наверное, это было правильное решение, потому что если бы я там встал и слезливо спел какую-то там романтическую песню, это бы не произвело такого впечатления. То есть я выглядел еще смешнее, чем Корнелия. Это был мой плюс. От выступления к выступлению мы там постепенно раскрывались. Кто-то в одном, кто-то в другом. Это тоже очень большая школа жизни. Это экспресс-метод во всем. «Ближе к небу, ближе к дождю, ближе к звездам я долечу, ближе к солнцу, ближе еще, мне не жарко, мне горячо». Ощутимая популярность она была лет пять назад, как раз таки после «Фабрики звезд семь», когда, по сути, о нас не знал никто в этой стране. И тут буквально за три месяца загорелись там шестнадцать новых имен для людей. И была истерия. Для меня это было в норме вещей, потому что я в этом находился с самого детства и очень спокойно к этому относился. Ну, безусловно, были всякие контракты, договоренности, акции, в которых приходилось участвовать, независимо от того, есть у тебя желание в этом участвовать или нет. Ужасно принимает. Так, кормит отвратительно. А знаете почему? Потому что еще не кормили. Ладно, на самом деле все здорово, все круто, мы вот приехали. Но на самом деле единственное, что мы не оценили это масштабно. Мы к этому относились как к неким отработкам, потому что действительно то, что нам дали, это нужно заслужить. Мы понимали четко, что вся эта популярность, это стоит чего-то, это стоит нашего сна, это стоит нашего здоровья, потому что мы целый год путешествовали по турам и не вылезали. У нас каждый день был новый город, мы объехали там более 160 городов за буквально там полгода и поехали во второй тур опять. И может быть, кто-то об этом пожалел, я нет, потому что я к этому отношусь как к опыту. Пусть там было тяжело, пусть я, может быть, немного денег получал за это, но это и не было моей целью. Я считаю, что это очень полезно было нам, потому что тогда мы понимали, что вот у нас есть там время три часа буквально поспать, и все, мы выходим на сцену, должны еще успеть доехать до соседнего города и выступить там на площадь. Люди, с праздником! Вот, хочется и ваши руки видеть. Да, супер, заряд получил, даже есть захотелось. Ладно, шучу, прекращаем. Твой или ничей? Ну и все близилось уже к финалу, собственно говоря, потом нас объединили в коллектив. Как раз таки в мою номинацию я в ней выиграл, то есть меня оставили в проекте, и моей номинационной песней была как раз песня по уединичной. И решили сделать такой вот хук и создать группу. При содействии Константина Милази, грезного отца этого коллектива, на свет появилась настоящая группа, новая единица в шоу-бизнесе, группа БИС, что в переводе на русский означает Биг Баев и Соколовский. С самого начала продюсеры как-то были настроены на то, чтобы как раз таки мы работали в Дэйте. Мы плюс как бы общались на проекте и до него. Ну, они поняли, что это все органично выглядит, надо сделать такую группу, потому что это сейчас порвет просто рынок стопроцентно. И они угадали. Катя, возьми телефон, это он, это он звонит. Катя, возьми телефон, это он. По ночам не спит, но видится один и тот же сон. По ночам не спит, но видится один и тот же сон. Были очень хорошие песни, мы безумно рады были, что Костя начал с такой интенсивностью писать для нас, и мы снимали клипы один за другим. Все очень пошло, и он очень сильно верил в этот проект. Я не раз от него слышал, что группа БИС это его любимый проект. Костя. Мы взяли премиум-совые тарелки, как лучшая поп-группа. Еще два, Владина! Группа БИС! Группа БИС! Слава на юге! Спасибо! Спасибо! Как держать вы этого достойны? Молодцы! Мне не до конца было близко то, в каком образе это все выступало, потому что, ну, как бы, мне казалось, что мы очень женственно выглядим. Меня от этого ломало, просто по-страшному колбасило, но я как бы ничего не мог сделать. Я старался каким-то образом направить, то есть, может быть, в нужную сторону. Я был инициатором того, чтобы мы просто постриглись элементарно, потому что меня эти батлы собственные очень сильно бесили, и я был сторонником того, чтобы мы отсняли какой-то более, наверное, брутальный клип и подтверждение песни «Пустота». Пустота Глаза такие же, и я бы красок В душе пустота Вроде все шло-шло-шло, но потом начались очень многие моменты. Если в какой-то момент мы вот втроем были как единое целое и смотрели все в одну сторону, то здесь вообще кардинально все в разные стороны. Мне хотелось одного, Диме другого, Косте вообще третьего. И решил действовать самостоятельно, но, опять же, это не было просто мое решение, и мое решение не было причиной распада группы, потому что мы были под контрактом. Костя говорил, Ларик, тебе будет лет 19-20, и я сделаю себя в сомни-проект. Но пока, как бы, давай ты побудешь в коллективе, мы его немножко изменим, ну и пойдем дальше. А я понимал, что если я останусь на той же позиции, на которой я сейчас, я просто... я рано или поздно сорвусь. И предложил, да, альтернативу. Я сказал, что давайте сделаем с вами проект. И он взял тайм-аут. Неделя, две или почти месяц он там сидел в раздумьях, я занимался своими делами, и я как бы параллельно тоже не сидел на месте. Я начинал писать материал. Через месяц мы с Костей созвонились, и он говорит, ну, как бы, я принял решение, я к тебе приеду в Москву, мы поговорим. А я ждал так ответа, а он мне не дал его по телефону, он приехал ко мне. Он привез минусовку, одной из демок, которую я ему отправлял. То есть он ее уже саранжировал и сделал. Я принес, говорит, я решил, как бы, да, мы этим займемся. Мы начали что-то делать, но в тот момент у Кости было огромное количество телевизионных проектов там, на Украине. Он не написал для меня ни одной сольной песни, мы там не отсняли ни одного клипа. Что, в принципе, для аудитории очень странно, потому что мы огромное количество времени проработали вместе. Получается, что год после этого мы просто сидели и тоже ничем не занимались. Я ощущал, что время уходит, а он говорит, Владик, с моей стороны нечестно. Я как бы взял тебя, но там у меня, допустим, нет сейчас времени этим заняться. Я говорю, тогда дайте мне возможность идти дальше, потому что я не могу сидеть на месте, мне там 20 лет, и мне просто не сидится, понимаете. У меня есть огромное количество материала, у меня есть мысли, идеи, креатив, есть команда, которая готова работать. И да, мы приняли обоюдное решение, то, что как бы все. Сейчас Влад Соколовский сотрудничает с новыми продюсерами. Ими стали Дима Билан и Яна Рудковская. В составе новой команды он выпустил свой первый клип как сольный исполнитель, в котором снялся и его музыкальный менеджер. Яна и Дима не знали о моих переживаниях и там прекрасно понимали, что там что-то трудное, еще что-то, но не было в тот момент там каких-то предложений там, а давай мы тебе поможем, или еще что-то. Нет, и я, собственно говоря, да я даже вообще не думал на эту тему, потому что я был зациклен четко, прям зациклен на работе с Костей, я там хотел, чтобы все-таки оно все срослось. И вот в процессе общения вот этого мы постепенно совместно пришли к тому, что соберемся этим заниматься. Когда уже мы без слов понимали, что мы к этому придем, инициативу проявил я. И они сказали, что ну да, мы уже давно об этом думаем. Ну и, собственно говоря, все сели, обговорили, всех все устроило и пошли в бой, собственно говоря, записали, записали первую песню, отсняли клип. Мне было очень приятно, то, что в съемках клип принимали участие Яна, Дима. Они были на площадке постоянно. Это не было там моей идеей, я не на идее. Это вот как-то вот бам, и получилось там. А нам нужен герой. Ты! Да, окей, все, хорошо. То есть мы здесь готовы все друг другу помогать, друг другу поддерживать. И это самое классное в коллективе. На данный момент в моей жизни прямо гармония. Это очень круто. Я надеюсь, что это не изменится, потому что, наверное, нужно было напороться на какие-то грабли, почувствовать какие-то копья и в спину, и в грудь, потому что было огромное количество поводов, которые, к сожалению, наверное, давали сами. Вот на данный момент у меня потрясающая команда. Это сейчас реально огромная машина, которая работает на то, чтобы все было хорошо. И все хорошо. Главное иметь стержень, главное иметь четкое представление о том, чего ты хочешь добиться в жизни и идти на пролом. Другому никак и нет других вариантов этого добиться. и нет других вариантов. Продолжение следует...